Несмотря на каникулы, полторы сотни мальчишек и девчонок школы номер 24 вновь сели за парты. Учебное заведение впервые присоединилось к пушкинскому диктанту, чтобы в день рождения великого поэта защитить русский язык и русскую культуру. От кого и почему узнала Лариса Ульяненко. С посольством США сегодня случился казус. Поздравляя россиян с днем рождения Пушкина, американцы назвали его Иваном Сергеевичем. Недоразумение потом исправили, но осадочек остался. В то время как русский занимает восьмое место в мире по числу говорящих на нем, отмена русской культуры на просвещенном Западе стала трендом. Дошло до маразма. Памятники великому поэту на Украине демонтируют, считая его стихи опасными. Поэтому наш язык нужно защищать, решили в 24-й школе. И впервые присоединились к пушкинскому диктанту. Такой вот жест в поддержку родной речи. Для нас это боль, то, что происходит международными Украиной и Россией, и русским народом. Вот. Поэтому я, как учитель истории, очень душевно переживаю. Считаю, что нужно во весь голос теперь заявлять о том, что мы великий народ, русский народ, и русский мир уничтожить нельзя. Поэтому посчитала, что сегодня в этом году обязательно нужно участвовать в этой акции. Так сложилась ситуация в мире, что сейчас за русский язык нужно бороться. За то, чтобы говорить на русском языке, нужно бороться в мире. Мы раньше представить такую ситуацию не могли. Несмотря на каникулы, за парты сели полторы сотни мальчишек и девчонок с пятого по восьмой класс. Напутствовал ребят сам Александр Сергеевич. Впрочем, в этот раз поэт общался прозой. А языком стихов говорили школьники. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. И хотя в прочтении современных подростков золотая цепь стала золотой, Пушкин, скорее всего, отнесся бы к этому снисходительно. Вольнодумец. Он и сам был реформатором русского языка. Зато Александр Сергеевич, несомненно, оценил бы уроки, где ребятам объясняют значение слов, вышедших из употребления. Да, слова XIX века устаревают, но творчество Пушкина все так же современно. Пушкин – это человек, который анализировал в своих произведениях отношения между людьми. А это всегда было актуально. Отношения, чувства, любовь, дружба, предательство, честь, слово, родина – это то, о чем произведение Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому и в XIX веке, и сейчас это очень важно. Быть может потому, что стихи и проза Пушкина до сих пор волнуют сердца и будоражат умы, народная тропа, как и предвидел поэт, к нему не зарастает. Написанное 200 лет назад по-прежнему увлекает. И диктант не ради галочки, а интереса для. Я пишу первый раз, мне будет очень интересно, какие там будут задания. Я думаю, я справлюсь и стану победителем. У меня по русскому литературе пятерки всегда. Пушкина мы проходим с первого класса, уже начинаем иглы изучать. Те самые начальные произведения, там «Золотая рыбка», вот это все. Мы взрослеем, и с каждым годом все более серьезные книги, романы, поэмы. Мы учим стихи Пушкина, они очень хорошо рифмуются, их очень хорошо учить. У меня любимая поэма «Руслан и Людмила». Международная просветительская акция «Пушкинский диктант» стартовала сегодня, а завершится 11 июня. Лариса Ульянинка, Алексей Грачев, Евгений Сазонов, 9 канал.